Ну смотри, есть магазины такие, типа Century 21, там TJ Maxx, Marshall, то есть есть магазины, которые продают старые коллекции, либо товары брендов, которые просто не продались. И вот если мы, например, посмотрим на Century 21, я тебе напишу, как сайт это называется, зайдешь в разделы бренды, мужская, женская одежда, обувь, посмотри, что там действительно очень много есть очень известных брендов, там и тот же Dolce & Gabbana, и Calvin Klein, и Prada, ну в общем, смотри, то есть там марки очень известные. Не все категории, то есть ты можешь, например, найти какой-то бренд, там итальянский, французский, английский одежду, либо только обувь, то есть не будет там вся линейка, может быть сумки будут и так далее. Ну посмотри, там очень много интересных товаров, и скидки реально там до 60% от цены. То есть онлайн скидки, да? Онлайн, да, онлайн, то есть ты можешь зайти и посмотреть. А они сами у них, они в Америке находятся? Они в Америке, в Америке находятся, ты можешь купить, на наш адрес отправить и дальше вам уже отправят. Ну да, я посмотрел, кстати, не пробую. Если все как написано, он, в принципе, нормально, что ли? Если, я надеюсь, там ничего скрытого нет, он еще поставил. Понимаешь, нету универсального оператора, вот работаем с этим, и он лучше всех. У кого-то лучше там какие-то единичные грузы, у кого-то консолидированные грузы лучше. Поэтому лучше посмотреть и сравнить. Причем это все меняется, иногда даже я не успеваю это отслеживать. То есть сегодня у них одни условия, завтра у них другие условия. Поэтому я работаю с разными операторами. И тот оператор, который наиболее выгоден на этот момент в этот город, к тому и отправляю. У кого-то самолет там через неделю, а у другого раньше. Поэтому тут надо просто тебе в итоге выстроить отношения, просто найти менеджеров, которые будут с тобой работать у того или иного оператора. Но я тебе подскажу с кем, вот Владу я тебе уже дал, вот, ты с ним можешь... Ну, видишь, что-то поменялось у них, значит. Они говорят, периодически меняется. Сейчас по Днепрой тебе тоже... Ну, разобраться, кто из них подрядчик, кто из них субподрядчик, очень сложно. Они все афишируют, что у них... Ну, понятно. В принципе, они занимаются одним и тем же, посмотрел, одни и те же грузы. Один и тот же штат, по сути, ну, разный совершенно. Если действительно Днепрой так как-то описывает. Ну, не, ну, вообще, так они вроде соблюдают. Ой, я тебе сейчас сброшу еще одного оператора, посмотри. Мы тоже снимаем фильм. Да, мне будет написано, я, в принципе, на это, в принципе, расширил. Так у них и есть. А вот этот Днепрой, это уже, конечно, немножко... Хорошо, я тебе сброшу сейчас еще одного оператора. Да, хорошо. И это самое, я еще хотел про единичный, там, дачник. Или просто мне уже с ними напрямую связаться, чтобы тебя не дергать. Ты тогда вот дашни по поводу меня, потому что я зарегу... Хорошо, хорошо, я тебе дам менеджера, хорошо. Да, только не забудь, пожалуйста. Да, да, я сейчас сделаю. Да, это самое, и скинь мне тогда адреса сайтов, которые ты мне говорил, эти 21. Договорились, сейчас сброшу. Сейчас сброшу. Хорошо. Да, да, или как, я поговорю с менеджером, все решу, я тогда тебе напишу. Хорошо, хорошо, договорились. Все, давай. Все, пока.